МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Никита Борискин. Главная тема сегодня. Жители Саранска смогут сдавать жилье гостям Мордовии во время чемпионата мира по футболу. Казенное учреждение города уже принимает заявки. Страшная авария на 17-м километре подъезда к Саранску. В дорожно-транспортном происшествии с участием двух иномарок погибли двое детей. Мордовия демонстрирует максимальную социально-политическую устойчивость. Такие данные приводит фонд «Петербургская политика» в исследовании за май этого года. 8 баллов позволили республике занять 7-е место среди регионов страны в первой группе рейтинга. На высокую оценку ситуации в регионе повлияла встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Владимира Волкова с заместителем председателя правительства России Аркадием Дворковичем. На ней шла речь о начале строительства в Саранске производства заготовок для вытяжки оптического волокна. Ввод в эксплуатацию второй пусковой очереди проекта позволит решить вопрос технологической независимости и обеспеченности завода сырьем для производства конечной продукции. Этот вопрос обсуждался и на недавней встрече Владимира Волкова с президентом России Владимиром Путиным. На сегодня проект строительства второго пускового комплекса разработан и прошел государственную экспертизу. Частично закуплено технологическое оборудование. Еще одно событие, которое нашло отражение в исследовании, выделение правительством России 700 миллионов рублей на строительство постоянного терминала аэропорта Саранска. Временно исполняющий обязанности главы республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором биохимика Денисом Швецовым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия. Центр проектной мощностью до двух тонн фармацевтических субстанций в год будет решать задачи импортозамещения, снижения импортозависимости от зарубежных производителей лекарств. Партнером биохимика в этом проекте выступает МГУ имени Огарева. Объем вложений в новое производство оценивается в 500 миллионов рублей. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Как сообщил руководитель предприятия, уже в декабре текущего года планируется запустить производство четырех активных фармацевтических субстанций по полному производственному циклу. Также обсуждались вопросы, связанные с увеличением объемов производства, расширением номенклатуры выпускаемой продукции, созданием дополнительных рабочих мест. В ходе беседы достигнута договоренность о взаимодействии в реализации новых проектов. В рабочей встрече принял участие заместитель председателя правительства республики, министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов. 6 июня студию Народного телевидения Мордовии посетил первый заместитель председателя правительства республики, министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров. Беседа началась с актуальной темы. Как отреагировали засеянные поля республики на аномально холодную весну? Также разговор шел об успехах мордовских аграриев и планах на будущее. Владимир Сидоров рассказал, как создать собственное крестьянское хозяйство и почему не стоит бояться покупать мясо на ярмарке выходного дня. Справедливо будет начать с вопроса, который сейчас стал актуальным для всех. Весна оказалась неожиданно холодной и затяжной. Были и ночные заморозки, и сильные ураганы, рекордно низкие температуры. Как на все это отреагировали посевы на полях нашей республики? Вы знаете, весна на самом деле необычная. Сумма положительных температур по маю месяцу сложилась на 30% ниже, чем средне-многолетние наблюдения были. И это все сказалось на развитии растений, на весенних полевых работах. Ну и к тому же добавились заморозки весенние, которые на территории республики Мордовии в разных районах были до минус 7 градусов. Конечно, произошла частичная гибель сельскохозяйственных растений. Это в первую очередь сахарная свекла, кукуруза. Но на сегодняшний день принимаются аграриями все меры или пересеваются эти площади, которые попали под мороз. И делается мониторинг этих растений, наблюдение за растениями, как они выходят после заморозка. У нас есть вопрос от пользователя социальной сети ВКонтакте, который подписан на нашу страницу Народного телевидения Мордовии. Валентин Ерчкин из Розаевки задает нам такой вопрос. Есть ли сейчас какая-то помощь, гранты для начинающих фермеров? Например, есть сумма миллион рублей, но этого, конечно, мало. Королла стоит в среднем от 50 тысяч рублей, а на новый трактор не хватает. Куда можно обратиться за помощью? — Программа поддержки малых форм хозяйствования — это начинающие фермеры, семейные фермы, строительство семейных ферм, кооперативы. Она работает уже четвертый год. И за время реализации программы воспользовались более 368 человек этой программой и было направлено по данному направлению только бюджетных средств 761 миллион рублей. Поэтому это очень действенная такая поддержка для того человека, который хочет заняться малым, средним аграрным бизнесом на селе. Что мы можем сейчас оказать? Если человек хочет заняться молочным животноводством, то такая поддержка может в пределах 3 миллионов рублей. Если заняться молочным животноводством в более крупных размерах и построить семейную ферму, то это может выделяться грант в сумме 30 миллионов рублей. Скажите, а покупателям, которые приходят на ярмарки выходного дня, как получить уверенность в том, что они покупают хорошую свинину? Что нужно спросить? Какой документ? Во-первых, если на ярмарках выходного дня любая продукция, которая туда поступает, и не только на ярмарках выходного дня, в магазины, на общереспубликанские ярмарки, на рынке, который сегодня существует в муниципальных образованиях, вся продукция проходит через ветеринарную лабораторию. И вся продукция исследуется. Это очень строго. Во-вторых, если вы говорите про ярмарку выходного дня, то если вы там были, обратили внимание, там стоят ветеринарные посты. За счет республиканского бюджета мы приобрели несколько таких мобильных автомашин, мобильных лабораторий, которые полностью укомплектованы лабораторным оборудованием. Мы сегодня можем произвести экспресс-анализ по любому виду продукции и на содержание растительных масел в продукции, допустим, в сливочном масле или в другой продукции какой, и мясо происследовать по разным направлениям, овощи, фрукты. Полную версию интервью смотрите в этот четверг в программе «Гость в студии». Первый этап устранения проблемы – ее обнаружение. Активисты ОНФ ставят перед собой задачу довести до сведения общественности и представителей власти информацию о как можно большем количестве несанкционированных свалок и разбитых дорог. Очередной выезд в Ромодановский район. Насколько обоснованы жалобы жителей райцентра на местную свалку и бездействий чиновников и коммунальщиков, выясняла Марина Солонина. Сломанная мебель, двери, твердые бытовые отходы, пластик, бумага и даже навоз – оттого и невозможный запах. Все это вместе будет перегнивать тысячи лет. Терпения жителей Ромоданова настолько не хватит. Ботовой мусор со всего Ромодановского района свозят сюда, на эту легальную свалку. Улицы сел в порядке, а вот здесь порядка нет. Санитарные нормы нарушаются. Местные жители жалуются, что мусор вылетает за пределы полигона. С одной стороны установлен забор с колючей проволокой. Он не дает улетать бумаге, пластику и селлофановым пакетом. Но с других сторон – открытое поле. Мусор разлетается далеко, засоряет поля. О проблеме знают, ее пытаются решить. Поставили забор, отгородили лицевую часть. В этом году у нас в планах заградить левую сторону. Будет установлена ванна здесь для омыва шасси колес, чтобы не вытаскивать туда всю грязь. Требования стараемся по Санпину соблюдать. Все запланированные работы должны быть выполнены до сентября. Пока мешает то погода, то отсутствие необходимых средств. Впрочем, в меру возможности коммунальщики с проблемой борются. Ежедневно здесь работает несколько единиц тяжелой техники. Утрамбовывают мусор в котлован. Мусор валяется вокруг полигона, значит, выкидывать можно. Такова логика местных жителей. Многие из них пользуются ситуацией и вывозят сюда мусор, не тратя ни копейки. Договора не заключены, они и не хотят. И когда приезжаем, мы разговариваем в селы, чтобы заключить. Они все говорят, у нас нет мусора. Но, тем не менее, привозят, выбрасывают, пакеты рвутся, это все разносится. Чем больше жителей района будет оплачивать вывоз мусора, тем быстрее полигон приведут в нужное состояние и в окрестностях станет чисто. Система вывоза отходов в районе налажена, как в частном секторе, так и для жителей многоэтажек. С человека выходит по 41 рублю. Но и с этой суммой рамадановцы расставаться не спешат. Замкнутый круг и незамкнутое ограждение вокруг полигона. Кстати, достроить забор еще не все. Чтобы решить проблему до конца, мусор нужно научиться сортировать. Мы договорились с руководителем, что он уберет в первую очередь вот этот мусор и поставит сюда два контейнера. Не один, как сейчас стоит, а два контейнера. И попробуем привить людям, населению понятие о раздельном сборе мусора. Это не так сложно сделать. Самое главное, нужно иметь желание. Будем надеяться, что со временем жители райцентра поймут причины бед, их собственное поведение. В столице Мордовии сортировать отходы уже привыкли. Есть такой опыт и в районах. Незаконный живый вывоз мусора и вовсе недопустим. Ищут решение и дорожная проблема. На карте разбитых дорог ОНФ Рамадановский район отмечен целыми восьмью значками. Марина Солонина, Сергей Соколов. Народные новости. Жители Саранска смогут сдавать жилье гостям Мордовии во время чемпионата мира по футболу. Казен учреждения города уже принимает заявки горожан и готовит реестр квартир. Жестких условий организация не предъявляет достаточно, чтобы жилье было комфортным и благоустроенным. Напомним, в Саранск на игры чемпионата мира по футболу приедут около 200 тысяч болельщиков. Как минимум 15 тысяч из них должны быть размещены на квартирах горожан и в частном секторе. Для того, чтобы сдать квартиру собственнику, достаточно оформить заявление с характеристикой жилья и предоставить фотографии. Уже сейчас в казен учреждения поступают десятки звонков ежедневно. Лучше не откладывать на потом вот этот момент размещения, предоставления информации о своем намерении. Дело в том, что 1 декабря 2017 года планируется финальная жеребьевка, после которой будет известно, какие команды будут играть в городе Саранск. И уже к этой дате нам хотелось бы, чтобы был сформирован реестр и сразу предоставить его доступ к нему болельщиков. 6 июня на базе ботанического сада МГУ имени Огарева стартовал республиканский слет школьных лесничеств. О том, как команды из разных уголков Мордовии приобщились к нелегкому труду лесничих, в репортаже Дмитрия Морисона. Альпийские горки, цветочные клумбы, десятки разновидностей деревьев и кустарников. За нежной зеленью листвы не видно пасмурного неба. В ботаническом саду снова начинаешь верить. На дворе начало лета. Впрочем, ребята из 13 школ Мордовии собрались здесь не для того, чтобы любоваться видами. Республиканский слет школьных лесничеств – возможность узнать много полезного и интересного, завести новых друзей. Красивый ботанический сад. Мне здесь очень нравится. Сегодня я узнала много нового. Буду стараться посещать и дальше такие мероприятия. Мне очень понравился слет школьного лесничества. Сегодня мы смотрели виды птиц, животных и насекомых Мордовии. Задание конкурсной программы – серьезное испытание. Отличить одно животное или насекомое от другого. Рассобраться, где какое растение. Сколько лет было дерево по его спилу. Жюри проверяют знания и навыки ребят. Определить лучших юных лесников – еще не все. Наша цель – собрать школьное лесничество в одном месте. Познакомить ребят и руководителей друг с другом. Дать возможность обменяться опытом и совместными усилиями достигать целей. Потому что действительно проблемы есть и у лесничеств тоже. Определиться с выбором призвания – задача непростая. Чтобы быть твердо уверенным «Лесник – это мое», нужно иметь полное представление о сути его работы. А главное – осознавать важность и нужность этой профессии. Познакомить, ознакомить подрастающих поколений, что есть такая тоже работа для нужд стороны, родины, для человека. Выращивается лес, конечно, работает менее заметно, потому что лес выращивается десятилетиями. Все-таки их работа нужна. Стать лесником не так-то просто. Необходимы совершенно специфические знания, умения и навыки. Дмитрий Моррисон, Евгений Фролкин. Народные новости. Страшная авария произошла в минувший понедельник на 17-м километре подъезда к Саранску от автодороги М5 Урал. Toyota Led Cruiser столкнулась с автомобилем Nissan Teida. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду железа. В результате столкновения погибли двое детей. Они находились в Ниссане. Еще одна пассажирка Teida госпитализирована с тяжелыми травмами. Как нам сообщили в ГИБДД, по данному факту проводится проверка. Поясняют, что стало причиной трагедии. Проблема Ольги Александриной, в квартире которой завелась плесень, впечатлила не только зрители НТМ, но и мэра Саранска. Петр Тултаев взял дело под личный контроль. Итог, проблема решена. Именно такую картину можно было наблюдать в квартире Александриных два месяца назад. Розовые стены с черными разводами, поверх серый налет. Теперь от былого кошмара не осталось и следа. О плесени Ольга вспоминает с ужасом. Радуется, что проблема решена. В комнате чистота и порядок. Ремонт, испорченный плесенью, полностью восстановлен. Сначала приходил инженер наш главный, с куратором, директор Романов Николай Михайлович. Смотрелись тут полностью. Ну а потом все же пришли маляры, все счищали полностью, даже снимали потолок. Обрабатывали антиплесенью, антиплесенью еще чем-то покрывали родзовом. Штукатурили, еще что делали. Ну а потом вот, 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 поклеили обоями. Только вчера буквально убрала, все в порядок привела. Изменилась картина и в секции. Общую кухню на четвертом этаже заново побелели. Плесень вывели. Ну здесь автоматически, все полностью, кухня. Здесь была желтизна, все топило, затаплено, было страсти, еще было здесь тоже. Плесень тоже была. На момент приезда съемочной группы шла реставрация фасада дома. Выполняемыми работами хозяйка довольна, теперь ждет дальнейших изменений к лучшему. А также выражает благодарность за помощь в решении проблемы домкому, рабочим, директору ГУКа Пролетарского района Романову Николаю и Народному телевидению Мордовию, также обратившему внимание на эту проблему. Но самые теплые слова звучат в адрес мэра Саранска, не оставившего без внимания беда жильцов дома. Елена Сергеева, Максим Дузин, Алексей Буянкин, Народные новости. Активисты Общероссийского народного фронта провели во вторник экологический субботник. В его рамках сотрудники нескольких министерств и ведомств Мордовии помогали жителям ТЭЦ-2. Вячеслав Кузьменко продолжит. Совсем недавно пустырь походил на непроходимые джунгли, в которые лучше не соваться, если нет желания пообщаться с не совсем трезвыми земляками. Согласитесь, что детям, которые занимаются в школе искусств, такое знакомство ничего хорошего не даст. Вот и решили инициативные жители ТЭЦ самостоятельно облагородить территорию. На пятый экосубботник привлекли чиновников. В данном мероприятии принимают участие именно органы исполнительной власти, государственной власти Республики Мордовия. И также мы привлекли все подведомственные казенные учреждения, которые у нас есть подведомственные. Это и управление гражданской защиты населения, ну и остальные все. Нам содействие оказывает фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Очень серьезно нам сегодня помогает это спецавтокозяйство. Вот такими заповедными, но далеко не сказочными тропами ребята с поселка ТЭЦ-2 ходят заниматься в школу искусств. Но сегодня для них прорубили нормальную большую просеку. Просека пока одна. Фронт работ по вырубке кустов и деревьев еще довольно большой. Сделать все собирается к осени. И будет на месте пустыря нормальная зона отдыха. Здесь у нас польются ловьи, здесь будут клумбы, тренажеры, качели. И любой гражданин может здесь хорошо отдохнуть. Просто вырубить кусты на пустыре недостаточно. Нужно еще провести благоустройство территории. Потому что рядом находятся старые гаражи и сарай. Их владельцев обязали убрать рядом со строением. Однако пока делать это они не торопятся. Но Марина Новоселова уверена, что с этим проблем не будет. Жить в чистом и ухоженном городе хочется всем. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов. Народные новости. В студенческий храм святой мученицы Татьяны привезли мощи и икону XVIII века Иоанна Предтечи. Весь православный мир празднует третье обретение честной главы святого пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна. В честь этого события к нам в Саранск привезли святыню. Корни этого праздника уходят глубоко в древность. Икону, которую привезли, специально осветили в абхазском селе Каманы, где была найдена глава Иоанна Предтечи. Мы там были трижды, молебны творили в этом месте. Его очень учтут в Абхазии. Почему? Потому что это их небесная, абхазский небесный покровитель. Раз 206 лет находилась глава, то есть она освящена им от своего нахождения. Народное телевидение Мордовии побывало в Большеберезняковском доме ребенка. В апреле команда НТМ приезжала к детям с подарками. И теперь, совместно с агентством детских праздников «Веселый ананас», сотрудники телекомпании поздравили воспитанников дома ребенка с Днем защиты детей. В Большеберезняковском доме ребенка воспитываются дети с рождения до 4 лет. Это малыши, которые остались без родительской поддержки. Есть среди них и дети-сироты, но есть и те, кого родители вынуждены были отдать в дом ребенка на время. И, возможно, скоро они вновь вернутся в семью. В любом случае, им всем необходимы внимание и забота. И наш телеканал решил устроить для этих малышей небольшой праздник. Дети – это самое лучшее, что есть у нас. И видеть их счастливые глаза, их счастливые лица доставляет большую радость. И поэтому наша телекомпания вышла с инициативой помогать детям, особенно таким, которые обделены вниманием родителей. Вместе с воспитанниками дома ребенка День защиты детей отпраздновала «Красная шапочка». Малыши ее сразу узнали, поэтому радостно приветствовали. Тем более, что она принесла с собой не корзину с пирогами, а большой мешок с интересными играми. Посмотри, посмотри, как интересно, что там такое. А мы не увидели. Ой, кто-нибудь увидел, что там? Нет, не увидел. Никто не увидел, что в мешке? Сотрудники дома ребенка отмечают, что такие праздники очень полезны для их детей. Всех воспитанников они называют именно так – наши ребятишки, а малыши своих воспитателей считают мамами. Праздничные представления – это не только проявление внимания, это развитие для детей. Малыши повторили цвета и формы предметов, потренировали мелкую и крупную моторику. Таким детям нужно любое внимание. Они нуждаются прежде всего в любви. А любовь – это когда ребенку оказывают внимание, когда его привлекают к себе, когда его втягивают в эту любовь. Поэтому это у них очень желанные моменты в жизни. Красная шапочка каждому ребенку подарила фигурку из шаров. Девочкам цветы, а мальчикам, соответственно, сабли. Провели представление и подарили подарки аниматоры агентства детских праздников «Веселая на нас». Они часто участвуют в благотворительных акциях. А руководитель агентства недавно закончила школу социального предпринимательства. Мы всегда стараемся откликаться на подобные акции, потому что я, как индивидуальный предприниматель, считаю, что бизнес – это не только привлечение собственной прибыли, но и, конечно, помощь окружающим. Мы выезжаем не только в детские дома, но и в детские больницы, это различная помощь социально защищенным слоям населения, может быть, многодетным каким-то семьям и так далее. Это не последнее наше посещение Большеберезняковского дома ребенка. Мы будем следить за судьбой его воспитанников и по возможности помогать, приезжать с подарками на праздники и не только. Евгения Козлица, Александр Буянкин. Народные новости. Большеберезняковский район. Научно-практическая конференция «Русский язык в диалоге культур» проходит в праздничной обстановке. Ничего удивительного, ведь 6 июня – день русского языка и день рождения его основоположника – Александра Сергеевича Пушкина. Как с двумя этими датами поздравили участников конференции, расскажет Анастасия Целегина. Уже на входе в Национальную библиотеку имени Пушкина понимаешь – здесь праздник. Молодые люди в мордовских костюмах играют на гитаре и скрипке, поют, приветствуют гостей. Для не совсем типичного начала научно-практической конференции есть повод – день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Сегодня здесь, в Пушкинской нашей республиканской библиотеке, проходит большое мероприятие, научно-практическая конференция «Русский язык в диалоге культур». Сегодня примечательный день – день русского языка, Пушкинский день. Очень правильно, я считаю, что именно в этот день мы проводим эту конференцию». В фойе библиотеки можно встретить и самого Пушкина – под руку с Натальей Гончаровой. Артисты улыбаются, поздравляют участников конференции с праздником, с удовольствием позируют для памятных фото. Для радости сегодня сразу два повода. В день рождения классика во всем мире отмечается еще один праздник – День русского языка. Ведь Пушкин по праву считается основоположником его современной литературной версии. «Русский язык – это главное средство организации диалога. Диалога между народами, между культурами. Поэтому русский язык для всех, для каждого жителя нашей страны, он как родной язык». Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык в диалоге культур» – события в научной жизни региона. Поделиться своим мнением по актуальным вопросам в Саранск приехали ученые со всей страны и даже из-за ее пределов. К пленарному заседанию добавляют торжественности выступление Государственного камерного хора Республики Мордовия под руководством Павла Карташова. Анастасия Целигина, Евгений Фролкин. Народные новости. Футбольный клуб «Саранск» выиграл перенесенный матч в первенстве Межрегионального футбольного союза при Волжье у команды Центра подготовки футболистов «Самарских крыльев советов». Это позволило горожанам возглавить турнирную таблицу. Игра проходила на выезде в Самаре. В концовке первого тайма счет открыл ветеран «Саранска» Сергей Ювенко. Альмир Мингачев в начале второй половины его уравнял, и на поле завязалась борьба с обоюдными шансами на итоговый успех. За 14 минут до финального свистка решающий мяч провел Василий Федосейкин и принес горожанам столь важную победу. С большим успехом выступили мордовские спортсмены на чемпионате и первенстве Приворского федерального округа по легкой атлетике в Казани. Наши ребята завоевали 31 награду. Из них 15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых. Результаты команды прокомментировал вице-президент Федерации легкой атлетики Вячеслав Мочилов. Успех нашей сборной предопределило и то, что костяк команды для отбора на спартакиаду Юлия Сидорова, Ирина Курбакова, Данила Тундыков, Настя Шукшина и другие ребята тренерами были хорошо подведены к старту. Они показали результаты по нормативам кандидата мастера спорта и мастера спорта. У ближайших наших конкурентов Татарстана и Нижегородской области легкоатлеты таких результатов не показали. Хотел бы отметить тренерский коллектив юношеской сборной Евгения Поплавского, Юрия Бореева, Олега Ленко, Виталия Аверкина и Владимира Разова. Четыре представителя комплексной спортивной школы Олимпийского резерва завоевали награды чемпионата Приволжского федерального округа по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Новочебоксарске и стали отборочными на чемпионат России, который пройдет с 31 июля по 7 августа. Победительницей зонального первенства в весовой категории 63 килограммов стала Наталья Гришина, показавшая в сумме двоеборья 190 килограммов. В весовой категории до 85 среди мужчин с серебряным призером чемпионата с результатом 311 килограммов стал Алексей Ювкин. В этой же весовой категории на третью ступень педестала поднялся Евгений Пимкин, поднявший в сумме двух упражнений 303 килограмма. В весе до 58 еще одну медаль завоевала Ирина Шмелева. С результатом 185 килограммов она выполнила норматив Мастера спорта России и заняла вторую ступень педестала. С этой недели вы можете смотреть НТМ онлайн. На нашем ютуб-канале НТМ13РУ в правом верхнем углу вы найдете ссылку на прямую трансляцию. А на этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok